Метод молекулярной динамики, с помощью которого создан этот мультфильм, является одним из способов исследования вещества. Он основан на численных расчетах координат и скоростей атомов, поэтому одну из главных ролей здесь играет компьютер. На компьютерах выполняются расчеты, на них же впоследствии и анализируются результаты. Всякое моделирование начинается с описания той молекулы, которую мы хотим изучать. Нужно не только задать пространственное расположение атомов друг относительно друга, но также описать всевалентные и торсионные углы, которые атомы составляют между собой. Кроме этого, необходимо определить действующие между ними силы. После этого можно начинать моделирование. Сейчас мы наблюдаем молекулы вещества, которая издавна привлекала к себе лучшие умы человечества – молекулу этанола. Увеличим теперь количество молекул, а после этого растворим этанола в воде. Как известно, температура кипения воды 100 градусов Цельсия, в то время как температура кипения этанола всего 78 градусов. Следовательно, если мы уравновесим систему при какой-нибудь промежуточной температуре, а затем резко увеличим объем ячейки моделирования, оставив размеры системы неизменными, этанол начнет испаряться из смеси, то есть будет вылетать в вакуум. Сейчас мы как раз наблюдаем, как это начинает происходить. Разумеется, молекулы воды тоже будут выходить в вакуум, однако в целом она будет испаряться заметно меньше. Причина этого явления – водородных связей. Полярная молекула воды представляет собой типоль и может образовывать до четырех водородных связей с другими молекулами, имеющими возможность установить такую связь – две донорные и две акцепторные. Именно этим и объясняется аномально высокая температура кипения воды. Кроме этого, водородные связи влияют на многие другие свойства воды, делая ее весьма необычным веществом. Молекула же этанола может образовывать только одну водородную связь, так как в ней имеется только одна группа OH. Кроме того, типольный момент молекулы этанола значительно меньше, чем у молекулы воды, и этанол движется в основном под действием межмолекулярных сил, так называемого вандерваальсовского взаимодействия. Это взаимодействие слабее электростатического, которое преимущественно определяет движение воды. Поэтому молекулы этанола сравнительно легко могут вылететь из объема, изначально занимаемого смесью, то есть испариться. В данной системе 729 молекул этанола и 1000 молекул воды. Однако мы видим, что в вакууме этанола заметно больше, чем в воды. Это и есть испарение с поверхности жидкости. Перегонкой и испарением жидкости занимаются на физическом факультете на кафедре квантовых магнитных явлений. Молекулярная динамика позволяет глубже понять процессы, происходящие в веществе, а также правильнее интерпретировать экспериментальные результаты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...